МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города, в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. С широко закрытыми глазами правоохранителей за взятку задержали одного из замов руководителя муниципального предприятия. Ночная смена. Дирекция благоустройства города зачищает автостоянки. Новая схема для 49-го. Путь следования маршрутки изменили по просьбе рязанцев. Начнем с резонансного события. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Рязанской области совместно с сотрудниками регионального ОФСБ и приселовой поддержки ОМОН и Росгвардии по подозрению в получении взятки задержали заместителя руководителя одного из рязанских муниципальных учреждений. Размер предполагаемой дани 200 тысяч рублей. На ваших экранах облетевшие уже все соцсети оперативное задержание посредника. Еще одного за тему так называемого бенефициара взяли позже. По версии правоохранительной взятка предназначалась чиновнику одного из муниципальных предприятий, чтобы акты о приемке выполненных работ по ремонту автодороги на одной из улиц Рязани он подписал быстро и, как говорится, с широко закрытыми глазами. Ремонт дороги должен был быть произведен по муниципальному контракту стоимостью 10 миллионов рублей. По местам жительства и работы, а также в автотранспортных средствах фигурантов произведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых обнаружены и изъяты денежные средства, предметы и документы, подтверждающие противоправные действия. Комментарий от Следственного комитета получился детальней. По крайней мере, стало понятно, о каком муниципальном предприятии идет речь. В отношении сотрудников МБУ Дирекции благоустройства города и работников коммерческой организации возбуждено уголовное дело о коррупционных преступлениях. По данному следствию, заместитель директора МБУ Дирекции благоустройства города через посредников двух сотрудников данного учреждения получил от представителя организации-подрядчика взятку в сумме 200 тысяч рублей за беспрепятственное и скорейшее подписание актов приемки выполненных работ по муниципальному контракту на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги на одной из улиц города Рязани, заключенному в рамках реализации национального проекта безопасной и качественной автомобильной дороги. В официальных релизах имена задержанных предусмотрительно не назывались, только возраст 35, 38 и 64 года. Но журналисты на той журналисты, чтобы выяснить, как сообщает информационное агентство Рязань-Инфо, задержанным чиновником может быть 64-летний заместитель руководителя дирекции благоустройства города Юрий Новиков. Дело возбуждено сразу по трем статьям. Уголовного кодекса, посредничество во взятничестве в крупном размере, дача взятки в крупном размере и получение взятки в крупном размере. По каждой из статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Впрочем, это всего лишь частный случай. Есть дирекции благоустройства города и их большинство, те, кто выполняет свою работу ответственно и качественно. С этого месяца коммунальщики приступили к расчистке платных парковок по договору с их оператором компанией Ростелеком. Сегодня ночью от снега и каши очистили стоянки сразу на 36 улицах. В то время как для большинства жителей нашего города рабочий день окончен, для сотрудников дирекции благоустройства все еще стоит горячая пора. И днем, и ночью техника убирает заснеженные улицы и парковки. С тех пор, как последствия сильных снегопадов чуть было не блокировали город, сотрудники дирекции благоустройства работают в две смены, днем и ночью по 12 часов. С 12 января спецтехника выходит на уборку платных парковок. На данном участке улицы, участок улицы Синой, происходит уборка, вывоз снега. Задействованы три единицы техники, это снегопогрузчики, трактора. Шесть единиц автомобиля КАМАЗ. Снег вывозится на специально отведенный полигон Хамбушево. Задействованы также трактора, которые после уборки снега подметают данную территорию. Работают всю ночь с 22 часов до 6 часов утра, пока не сменят другие рабочие. Ночью убирать удобнее, но вот припаркованные автомобили мешают. Рабочие стараются максимально вычистить вокруг, но все же призывают по возможности следить за объявлениями в социальных сетях и на подъездах домов, где информируют граждан, когда и какой участок будут убирать. С просьбой по возможности отогнать на это время транспортное средство. Зима у нас выдалась достаточно снежная. Также мешают припаркованные автомобили уборки. Хотелось бы, чтобы люди относились с пониманием, что люди работают, никто у нас не стоит. Зимы они регулярные, в России живем все-таки. Но эта зима, я думаю, на мой взгляд, выдалась более снежная, чем прошлой зимы. Хотя и бывали зимы аналогичного типа, но справляемся. Улица Синаи, Краснорядская, площадь Мичуриная и Ленина, Соборная, Первомайский проспект, Павлова, Проволыбецкая, Николодворянская. Всего в списке на уборку 36 участков улиц и более 2000 парковочных мест. Чтобы убрать от снега участки на этих улицах, ночью трудятся 88 единиц техники, а также рабочие и технологи, которые контролируют качество уборки. Еще одна важная для рязанцев новость. 49 маршрутка теперь будет курсировать по улице Вокзальная с остановкой на Рязани-1. А значит, теперь ее не нужно ждать на Площади Победы. О новом маршруте Анна Игрцовская. 49-й меняет схему движения. Теперь маршрут автобуса проходит через Рязань-1 по улице Вокзальной, минуя Площадь Победы. И это главная новость для всех пассажиров. Изменение схемы его движения – это часть программы по улучшению транспортной доступности района железнодорожного вокзала Рязань-1 и прилегающего активно застраиваемого микрорайона города. Ранее в этих целях был у нас изменен маршрут автобуса номер 10 и путь следования автобуса, троллейбуса номер 2. Многие горожане уже заметили изменения. Тем, кто живет на улице Вокзальной, они пришлись по душе. Большое спасибо управлению транспорта за то, что здесь теперь ходит 49 маршрутка. С 2017 года мы живем в соседних домах. Мы просили какой-то транспорт нам запустить. Очень много пенсионеров, ветеран. Я сама как председатель первичной организации при железнодорожном совете ветеранов обращалась к Сергею Сергеевичу Рогову. В то время управлял транспортом. Но говорил о том, что договор на 5 лет заключен не ранее 22 года. Спасибо большое, что наступил 22 год. Десятый ходит, второй троллейбус восстановили, 49-й ходит. Всем водителям слова признательности и благодарности. Пользователи общественного транспорта говорят, что теперь комфортнее стало и пассажирам поездов, приезжающих на станцию Рязань-1. А пассажиропоток здесь вполне серьезный, даже в пандемию. Гости нашего города, сами рязанцы. И для того, чтобы им было максимально удобнее, они должны выйти из вокзала и проследовать для своего места следования. Действительно, раньше после прибытия поезда многим людям приходилось идти до Площади Победы, чтобы сесть на автобус. Это не очень удобно при наличии крупногабаритных сумок и чемоданов. С появлением 49-й маршрутки на вокзальной улице многие люди смогут добраться с остановки Рязань-1 прямо до своего дома. А некоторые, хоть и с пересадками, но в полном комфорте доедут до любой точки города. Проблема транспортного обслуживания железнодорожного вокзала Рязань-1 сложилась давно. И решение ее было одной из основных задач управления транспортом. На сегодняшний день 49-й маршрут один из первых туда запущен. В дальнейшем мы рассматриваем вопрос соединения Московского шоссе с железнодорожным вокзалом Рязань-1. И сейчас прорабатывается вопрос, какой маршрут это будет. В настоящее время на 49-м маршруте 20 автобусов. Интервалы движения на линиях удалось сохранить за счет сокращения межрейсовых отстоев. Ввиду увеличения протяженности маршрута мы сохранили интервал в течение 10 минут. Мы ждем своих пассажиров и будем работать добросовестно на этом маршруте. К слову, теперь горожане могут в реальном времени отследить местонахождение того или иного автобуса на сайте регионбаз62.ру или в приложении «Умный транспорт», который можно установить на мобильное устройство. Там же указаны и низкопольные автобусы, которые оборудованы специально для проезда маломобильных граждан. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Подобный проект уникален для нашего города. Он не только добавляет туристической привлекательности, но и возвращает нашу историческую память. Так историк и писатель Владимир Крылов сказал о карте путеводителей по местам Константина Циолковского, которую в среду презентовали в Центральной городской библиотеке. Кстати, тематический путеводитель появился в Рязани не впервые. Уже существует карта есенинских мест. Карта Циолковского – это 18 географических локаций, среди которых музей космонавтики в 16-й школе и музей Циолковского в селе Ижевском, где он давно стал визитной карточкой. Дом, в котором родился Константин Эдуардович, там же, его, кстати, реконструировали, привели в порядок, в этом году рассчитывают открыть на его базе музей ремесел. И печально известный дом на улице Вознесенской в Рязани, где семья Циолковских прожила большую часть своего рязанского периода. Он, к сожалению, в полуразрушенном состоянии. Как мы не переживо относимся к той памяти, которая нам когда-то была дана предками. Циолковскому памятник открыли самую последнюю. В колоде уже все было нынковечно. Мы открыли улицу Циолковского, открыли памятник. Сейчас мы смотрим, здесь некоторые дома есть. По некоторым спорный вопрос стоит, будем открывать там или нет. Задовщина 165 лет Циолковского наступила, года Циолковского нет. И получается, что мы дом никак не можем открыть. На этой карте не просто отмечены места, но и дано емкое, подробное описание каждого из них. Такой формат вызвал интерес не только у гостей города, но и у коренных рязанцев. Оказывается, мы многого не знаем о родном регионе. Карта Есенинская очень понравилась. Она была пробна, да, таким первым шагом. И вот именно после того, как, в общем-то, появились очень положительные отзывы, было принято решение, что такие карты будут создаваться, и эта работа будет продолжена. И надеемся, что вот эта карта, она будет распространяться. Карт много. Среди мест, так или иначе связанных с именем Циолковского, в маршрут попали самые известные. Но точек на карте в действительности гораздо больше. Допустим, село Юмашево Пронского района, откуда родом мать Константина Эдуардовича. Населенного пункта уже нет, но в перспективе эта точка могла бы тоже оказаться путеводителем. Если выстраивать какой-то туристический маршрут, так в идеале на будущее, и там какие-то памятные вещи установить, камень, информационный щит и так далее. А места красивые, то есть они будут интересны с точки зрения экологического и прочего туризма. Ну и плюс еще мемориальную составляющую туда добавим. Карта-путеводитель, посвященная рязанским местам Константина Циолковского, уже доступна в библиотеке. В дальнейшем ее распространят по разным точкам города. В течение 2022 года коллектив учреждения обещает выпустить еще две подобных карты. Они будут посвящены поэту Якову Полонскому и писателю Константину Поустовскому. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рязанский Кремль вошел в топ-5 посещаемых мест рейтинга одной из крупнейших компаний-перевозчиков «Блаблакар». Сегодня число пользователей превышает 100 миллионов человек в 22 странах. Ресурс включил его в список, цитирую, самых интересных и величественных Кремлей страны. Настоящие жемчужины Кремля и всего города называют Успенский собор, фасад которого украшает кружевная резьба по белому камню. Пятиглавый Успенский собор считается одним из самых ярких городских архитектурных памятников 17 века. Еще больше новостей на нашем сайте www.goro62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!